Кстати, новость последних минут. Переговоры в Женеве приостановлены 25 февраля, заявил спецпредставитель ООН Демистура. Как раз ему и другим посредникам, среди которых и российские дипломаты, приходилось заниматься так называемой челночной дипломатией. Общаться по очереди со сторонниками и противниками президента Асада. Сбежать интересы очень сложно, как показали последние дни. Ну и возвращаясь к действиям нашей авиации в Сирии, сегодня есть возможность показать, как российских летчиков на задание прикрывают с земли и с моря. Все уровни защиты, естественно, в пределах военной тайны, на месте увидел Александр Батухов. Вот уже больше двух месяцев командный пункт системы ПВО С-400 в Сирии находится на круглосуточном боевом дежурстве. Его радиолокационный комплекс ежесекундно сканирует небо, пытаясь распознать среди объектов, кто здесь чужой, а кто свой. Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» появился здесь, на военной базе Хмимим под Латакей, сразу после того, как в ноябре прошлого года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24. Конечно, эта машина и без тактико-технических характеристик действительно производит впечатление. Но чего стоит тот факт, что отсюда до турецкой границы по прямой 60 километров, а С-400 может контролировать любое передвижение в небе в радиусе 600 километров. С-400 «Триумф» — это целый военный комплекс. Собственно, само оружие — это вот эти машины или транспортно-пусковые установки. Они способны уничтожать цели, например, самолеты любых типов на расстоянии свыше 400 километров и на высоте до 60. Причем только одна такая установка может поразить более 30 объектов противника, а вести на прицеле — до 300. Так что на дальних подступах к базе именно С-400 держит все под контролем. И в случае появления угрозы, объясняют военные, либо этому аэродрому, либо самолетам, которые отсюда уходят на задание, объекты противника будут уничтожены за считанные секунды. Защита базы Хмимим организована таким образом, чтобы, как говорится, муха не пролетела. Для чего уже на ближних подступах к аэродрому работают вот эти машины — зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Он уже отслеживает цели поменьше и поближе, такие как беспилотник или реактивный снаряд в радиусе свыше 20 километров. Только один этот комплекс может одновременно вести 24 цели и четыре из них уничтожить. И таких машин на базе несколько. Некоторые технические характеристики этого комплекса «Панцирь-С» уникальны. Но, во-первых, только эта машина способна в движении обнаруживать и уничтожать цели. А во-вторых, у «Панцирь-С», в отличие от зарубежных аналогов, совмещенное вооружение. Пушечное и ракетное, что дает возможность поражать практически любые цели в воздухе. Но не только на земле обеспечивается защита военной базы «Хмимим». Ее прикрывают и с моря. Системы ПВО-крейсера «Варяг» также сканируют воздушное пространство Сирии, а находящиеся в его подчинении противолодочные корабли — еще и приграничную морскую зону. И за время несения службы радары всех этих систем не раз распознавали среди обнаруженных объектов так называемых «чужих», которые держали курс в сторону Сирии. Впрочем, оказавшись в зоне действия этой комплексной защиты, уже не рисковали продолжать свой путь и разворачивались. Александр Бутухов, Юрий Шолмов, Гурамразилов и Ярослав Зорин. Первый канал. Сирия.